Часто ломаются самолюды? Часто ломаются самолюды? У нас под Legacy инженеры свои, они приезжают за три часа, за четыре, они сразу все делают. И после рейса, там какая-нибудь кнопка где-то не работает, они сертифицированы, они могут делать выездное обслуживание. У нас нет Line Maintenance Station во Внуково, мы сейчас ее как раз подали на сертификацию с моим приходом. Но они могут подписываться, они сертифицированы по ПАР-145, то есть мы под крышей нашей европейской сервисной станции работаем, они здесь как бы выездное обслуживание, они могут там делать, если тебе нужен специальный технический инструмент, то есть они там небольшое могут делать. И мы им наши данные даем внутрь их системы, чтобы они не ходили по разным интерфейсам? То есть вот он сидит в своей системе работаем. То есть и внутренняя какая-то система, она интегрирована с вашей? Да. Гестерри, у них четыре самолета, они калькуляции все проводят через наш калькулятор, но внутри своей системы. Всем привет! Сегодня мы в гостях у Михаила Кириллова «Авангард Авиэйшн». Я думаю, что не секрет будет, если я скажу, что мы в Полянке, в Москве. И я думаю, что сегодняшняя встреча для многих будет очень интересна, потому что самый громкий переход этого лета 2017 состоялся вот между «Камлюксом» и «Авангардом». Миша перешел из предыдущей своей компании в новую, и я думаю, что многим будет интересно узнать вообще, какой месседж компания «Авангард» хочет послать рынку с этим переходом, для чего это было сделано и какие цели и задачи, скажем так, с построением, может быть, немножко новой команды будут ставиться перед компанией. Ну а вначале, как раз бы, чтобы Миша немножко о себе рассказал, о своем пути в бизнес-авиации, да, и как он пришел, так сказать, к сегодняшнему работодателю, скажем так. Начался путь в бизнес-авиации в 2010 году, сразу после окончания университета, такой человек МГУ имени Ломановского. Искал работу, в принципе, на самом деле, про бизнес-авиацию на тот момент я как-то даже сильно не задумался, но волею случая, в большом счете, довольно случайно, скажем так, пошел на собеседование в компании «Аджетрансфер». Тема меня заинтересовала, думаю, попробую. Ну, втянулся, втянулся первые года три, наверное, от работы с компанией «Аджетрансфер» как брокер. Сделал активную брокерскую деятельность, то есть мне очень понравилось, он, в принципе, человек общительный, любил работу с клиентами. Втянулся, но в «Аджетрансфер» мне не хватало, скажем так, самолетов. Хотелось мне, то есть, насколько мне это все понравилось, мне начал интересоваться самой тематикой, что мне хотелось работать с самолетами. Поэтому я перешел на сторону оператора, перешел в компанию «Камлюкс» и отправил в московский офис со временем. То есть перешел сначала в отдел продаж «Камлюкс Россия», ну и буквально через несколько месяцев так получилось, что у меня назначили именно руководителя московского представительства «Камлюкс». «Камлюкс» в принципе свой интерес к отрасли я реализовал в полной мере. Началось продаж чартеров и брокерских рейсов, то есть у нас и на «Камлюкс» мы продавали, естественно были владельцы, которые заказывали самолеты и на флоте сторонних компаний. В дальнейшем начали заниматься куплей и продажей самолетов. Затем «Камлюкс» было и есть подразделение по комплектации и стомизации, которое находится в Индианополисе. Собственно занимался продажей технического обслуживания и интерьеров. Поэтому «Камлюкс» получил довольно широкий взгляд на бизнес-авиацию в целом, начиная от продажи чартеров, на покупки самолета и о управлении менеджментом, эксплуатации, продаже на нем чартеров, продаже самолета и обновление интерьеров. То есть в принципе полный цикл знаний «Камлюксия» получил. «Камлюксия» проработал около пяти лет. И этим летом, как я сказал, произошел трансфер в «Авангард», о чём я на самом деле конечно же рад. «Авангард» с моей точки зрения весьма интересная и перспективная компания. Многие компании знают на рынке, но немногие знают о её возможностях, о её реальных размерах и о её потенциале. Собственно, отвечая на первый вопрос, у меня пришел «Авангард» заниматься развитием бизнеса, развитием той инфраструктуры, которая уже создана, а инфраструктура действительно много уникальная и мало конкурентов, которых есть такая, которая обладает этой инфраструктурой. Так что пришел на развитие бизнеса, развивать, расти, что-то перестраивать, реструктуризировать, но основное, что да, не изменить политику «Авангарда» в сторону открытости к рынку, потому что многие обождают, знаю, как некую такую закрытую структуру. Одна из основных и первостепенных задач у меня – развернуть компанию ближе к рынку и сделать её более клиент-ориентированной, что, в принципе, за первые месяцы, я надеюсь, что у меня уже получается. Но мы работаем в этом направлении. Коллектив у нас очень интересный, сотрудники у нас все очень опытные. Ребята, которые работают в продаже чартеров, они работают один 9 лет, другой 7 лет. Есть инженеры, которые работают в «Авангарде» с основания. Хотел бы отдельно сказать, что в Москве у нас есть техническая служба. Ну, это, наверное, да. Давайте уже тогда про всю структуру авиакомпании «Авангард Эвейшн». Скажи, пожалуйста, да, вот всю структуру холдинга «Авангард». Скажи, пожалуйста, потому что многие до сих пор, мне кажется, себя представляют, понимая, что при этом, что самолёты там стоят не под российской регистрацией, не под какой-то там офшорной регистрацией, не знаю, что под немецкой, но я думаю, что мало кто представляет, действительно, что представляет из себя. Полностью весь полы и «Авангард Эвейшн». Что это и какую инфраструктуру его располагать? У нас есть собственный оператор, который находится в Германии. Называется он «Baden Aircraft Operations». База у нас в «Baden Baden». Там же у нас располагается технический центр, сертифицированный под парт 145. Выполняем работу, в любой сложности, на «Legacy» и на «Cessna 10». То есть в Германии мы предлагаем техническое обслуживание. Мы сами обслуживаем наши самолёты и предлагаем техническое обслуживание для сторонников авиакомпании. В Москве у нас главной офис, который, скажем так, немецкие активы управляются из Москвы. В Москве главной офис. В Москве у нас, в принципе, около 15 сотрудников. Часть из них – это центральный офис здесь, на «Малянке». И часть, соответственно, о которой уже начали говорить – это инженеры, которые находятся в «Домодедово», у нас на второй офис. Там у нас есть 7 инженеров и логистов. «Домодедово» у нас сертифицированная «Line Maintenance Station». То есть там же мы выполняем работы по техническому обслуживанию. Наш флот сейчас состоит из шести самолётов. Это два «Legacy 600-х». Первый – это «ДАВА» 2012 года и «ДАДЦВ». Самолёт производён в 2008 году, но он в эксплуатации 2010 года. Оба самолёта стоят во «Внуково». Они полностью коммерческие. Есть классование с владельцем, но оно занимает около 15 минут. Есть также у нас свои инженеры, которые сертифицированы под «Legacy». Работа у нас весьма структурирована. Подход основателей, скажем так. То есть инженеры приезжают в «Внуково», готовят самолёты к вылету. Помимо двух «Legacy» у нас есть четыре «Цесна-10». Они летают под владельцами. Два из них находится в «Думадедово» и два летают в «Пригород». Также есть у нас ещё один самолёт. Вы стоите у другого оператора на самом деле, но мы за ним пристально наблюдаем. То есть мы полностью его ведём, скажем так, аудит и взаимодействуем с оператором. То есть «Десятка» нельзя делать в принципе в «Чалке» пока? Пока «Десятка» все расписаны под владельцев. Но в будущем, вероятно, да, будем сдавать. По старым спросам «Десятку» брали. Да, «Десятку» – это «Мобильный час». Мне кажется, она достаточно хорошим спросом воспользовалась. А какая гигантальность, Фиша, и сколько можно сэкономить? Париж-Москва, Москва-Дубай. В «Дубай» мне кажется, сэкономить можно около 50 минут. Ну, 100. Да, 30 минут. Ну, Дубай – 50, чуть-чуть и полчаса. Потому что «Десятка» скорость «Десятки» – это 1100. А если ещё «Инный ветер» как раз болит. Если «Глобал» взять, то это 750-900. Миш, ты уже упомянул о том, что твоя задача – развернуть компанию ближе к клиентам. А какие вообще ты ведешь первые шаги для того, чтобы это сделать? Потому что я думаю, что на нашем рынке «Авангард» в принципе хорошо известен. То есть люди понимают возможности компании с точки зрения «Инмедучах» этот перелет. Но всё-таки ты такое знаковое лицо, потому что очень многим комфортно было всегда с тобой работать. Ну, скажем прямо. И вот какие задачи перед тобой поставлены руководством в какой-то там, не знаю, краткосрочной, может быть, или не срочной перспективе? Которую ты можешь уже вам рассказать и отдать? Краткосрочная задача – это увеличить налёт на «Легасе» на коммерческих, что, в принципе, на данный момент выполняется. Сейчас сезон, очень много заявок. Улетать мы стали действительно гораздо больше, чем раньше. Это связано с множеством причин, в том числе изменения в ценообразовании. Мы стали более гибкими, можно быстро реагировать на заявки. Процесс обработки заявки изменён. Ценообразователь сказал. Ну, естественно, работа с клиентом, надо чаще встречаться, общаться. Один из первых шагов – это встреча с вами. Мы рады всегда с вами видеться, пообщаться, рассказать вам что-то новое. Конечно, клиента – ориентированность, общение и использование той инфраструктуры, которая есть в нужном русле, скажем так. Ниша, а вообще в целом по себе структура, ставится задача на компании зарабатывать, или, может быть, будет какая-то перспектива привлечения полностью коммерческих самолётов, или это всё равно будет домашняя компания для холдинга, которая будет обслуживать своих людей, но при этом оптимизировать свои затраты на перелёты, всю эту инфраструктуру с помощью чартерных рейсов, и возможности обслуживать другие компании на своих технических базах. Конечно же, есть задача зарабатывать, у нас, в принципе, построен довольно основательный, как мне кажется, коммерческий бизнес именно по перелётам, то есть, именно два лекси, которые летают вообще постоянно, есть несколько экипажей, есть у нас даже специальный человек, который занимается оптимизацией маршрутов, то есть, в масштабе на шесть самолётов, в принципе, его присутствую, уже окупаться, но необходимо, да, то есть, он спрямляет маршруты, строит специальные флайн-планы и подаёт их, что, в принципе, в масштабе миновом выражается уже интересными цифрами. Как я говорил, что структура, она весьма основательная, построен коммерческий бизнес, то есть, да, есть задача зарабатывать, владельческие банда, да, немножко своя история, но при этом, да, то есть, надо летать как можно больше, касты у нас оптимизированы весьма эффективно, скажем так, есть во многом за счёт присутствия собственного технического обслуживания, на чём мы экономим достаточно серьёзные деньги, есть задача вывести техническое обслуживание на прибыльный бизнес, скажем так, не троня на обслуживание своих самолётов, но и сделать это подразделение как отдельным прибыльным бизнесом. Соответственно, для этого необходимо привлекать сторонних клиентов, чем мы, ну, шаг за шагом, краткостроительная задача у нас увеличение налёта. Соответственно, сейчас сезон, сейчас больше внимания, конечно, прибовано именно к Легаси, чтобы они летали как можно больше, но в дальнейшем будем сейчас развивать среднесрочную перспективу, будем заниматься именно развитием технического обслуживания и привлечением сторонних клиентов. По моей позиции скажу, то есть я руковожу всем аризонным холдингом, включая и оператора, включая техническое обслуживание, то есть, в принципе, отвечаю за весь авиационный бизнес-компания «Авангард». Моё внимание распределяется, естественно, как-то равномерно-полномерно, скажем так, то есть сейчас, да, сейчас это чартеры, и в среднем срочной перспективе это будет как бы техническое обслуживание. В дальнейшем, исключая, может быть, открытие каких-то новых управлений, может быть, для продажи самолётов, привлечение других самолётов на менеджменты, что, в принципе, мы сейчас уже рады привлекать других самолётов. Да, то есть, в принципе, сделаем шаг к тому, чтобы быть именно полноценным европейским оператором с привлечением сторонних клиентов. У нас уже сейчас есть пару сторонних владельцев, которые услужатся нашим операторам. Ну, естественно, мы открыты для того, чтобы привлекать и другие барты. У меня ещё вопрос. Помимо Москвы, с какими регионами ещё хотели бы работать или работать? Или брокеры, операторы интересуют какого-то расклада? По какому из видов бизнеса, скажем? По чартерам. По чартерам мы открыты для всего мира, на самом деле. То есть, сейчас просто, да, фокус больше, конечно же, на российский рынок, который приносит на 8-90% выручки. Но одно из, скажем так, потенциальных направлений, которое надо развивать, да, это, конечно, работа с европейским рынком. Ну, для этого надо использовать современные эти инструменты, например, как Aeropages. Для этого мы привлекли подписку годовую и участвовали в мероприятии в сентябре. Соответственно, мы готовы использовать различные каналы привлечения клиентов. И, как мне кажется, Aeropages, в принципе, мы тоже настроены на европейский рынок. Во многом, скажем так, поэтому, да, в том числе через Aeropages, который привлекает европейский клиентов. Минутка рекламы. Минутка рекламы, да. То есть, вообще компания, опять, наша бронзовая страна, наша, в общем, в Москве. Чего мы очень рады и хотели бы сказать спасибо большое. Вот. Поэтому, в милосте про все. Миш, как, по твоему ощущению, вообще развивается и развивается ли он рынок бизнес-авиации в России за последние три года? И какие ты видишь перспективы именно в России? Может быть, трансформация, которую вы на рынке произвели, да? Потому что, я думаю, что это такая вот ключевая история к тому, чтобы развивать компанию, да. Я знаю, что мы по многим ребятам ходим и все говорят, что происходит трансформация. Мое ощущение личное, не только потому, что я авиатоджи занимаюсь, а, в принципе, что проникновение автоматизации в область авиации, оно, с одной стороны, достаточно высокое в плане, там, в плане самолетов, в плане их, там, какой-то вот оснащенности, да, в плане пилотства сейчас уже, наверное, до оборудования и каких-то программ достаточно высокое. Но вот с точки зрения внутренней работы авиакомпании, с точки зрения, может быть, финансовой работы авиакомпании и каких-то еще, там, сфер, да, деятельности операторов, оно не такое, там, степень автоматизации не такая высокая. Мне кажется, что в ближайшие годы, там, это будет такой тренд на то, чтобы авиакомпании могли интенсифицировать свою деятельность с помощью каких-то, да, антипродуктов. И это, по-моему, ощущение, трансформирует рынок очень сильно. Первое, что они трансформируются, ну, мне так кажется, в плане как раз-таки продаж. А что происходит, вот, может быть, в той части, за которой я не так сильно слежу, да, что происходит с клиентской аудиторией, я бы так сказал, да, что происходит со спросом, потому что, вот мы с многим разговаривали сейчас, ребятами, и говорят, что впервые, там, за несколько лет, встречались ситуации, когда невозможно найти на выходные самолет по адекватной цене для клиента, да. Как ты себе это видишь, и что сейчас происходит, по твоим ощущениям? Ну, если брать пружуков последние три года, то тенденция, она, мне кажется, на мой взгляд, она весьма четко прослеживается. В 2014 году был в связи с политикой, если войти именно по России и СНГ, то есть был в связи с кризисом на Украине, был, ну, санкции и так далее, то есть экономик политической, связи с изменением экономик политической ситуации, спрос, в принципе, на перевозке, если говорить именно о чартерном рынке, на перевозке, он заметно просел, скажем так, в 2014 году. В 2015 году он стабилизировался, то есть он был ниже, чем в 2014, но был стабильный спрос. В 2016 году уже началось восстановление и рост. В 2017 году рынок, в принципе, восстанавливался и, в принципе, показатели уже очень хорошие, довольно много заявок мы получаем. В принципе, видно, что в 2017 год он лучше, чем в 2015, чем в 2016. То есть спрос чартеров, перевозок, он растет, ну, заменно, скажем так. Если говорить по самой технике, например, поскольку, ну, у меня есть связи с ней, широкая, так, у меня нет рынка. По технике тренд тоже был понятен. В 2014-2015 году многие владельцы хотели продать самолеты. Многие это сделали и избавились. Было очень хорошее время для приобретения самолетов. То есть те, кто был с деньгами, могли покупать с дисконтом до 30% от asking price. В 2014-2015 году этот спрос, в принципе, реализовался на приобретение самолетов. Сейчас, мне кажется, есть, опять же, определенная активность, но очень было много совершено сделок в 2014-2015 году, который решил избавиться от самолета и пересел на чартеры. Во многом, как мне кажется, может быть. Многие, из-за того, что многие владельцы в 2014-2015 году самолеты продали, но от услуг бензавиации, конечно, не отказались, значит, этот спрос, он перешел на чартерный рынок в связи с этим как будто добавилась доля на чартерные заявки. Если говорить о IT-инструментах, в принципе, как мне кажется, VOTAS очень интересно, очень перспективно. В том числе я считаю, что вы занимаете вообще очень правильную нишу. То есть IT, естественно, это будущее. Очень много различного софта разрабатывается, качественного и некачественного. Много стартапов в итоге из них. Две-три компании закрепляются. На самом деле можно назвать AVENON. Естественно, но это монстр иногда. AVAGES, в принципе, вы закрепились на рынке. Молодцы, вы развиваетесь, вы заметны. В принципе, большие молодцы. То есть AVAGES, мне кажется, интересный инструмент. Вы, на мой взгляд, не конкурируете с AVENON. У вас своя калькулятор, каталог. Да, у вас можно запрашивать рейсы. Но у вас больше такой информационный портал, как мне кажется, которым действительно очень интересно пользоваться. Есть отдельная категория софта, которая именно для операторов, которые касаются расписания рейсов. Да, здесь тоже очень много различных компаний, которые предоставляют постоянно отправлять какие-то новые. Ну, из основных, наверное, это все-таки бесплат, которую пользуют все более-менее крупные операторы. Кто-то, конечно, в Excel на коленке. Если можно, Excel считать, эти инструменты, может быть, но это, конечно, просто... Да, мне кажется, что на самом деле рынок не недоразвит, если можно это слово употребить, с точки зрения именно инструментов для операторов, которые предоставляют именно эти инструменты по расписанию. То есть это расписание, crew planning и так далее. В принципе, можно было бы, наверное, сделать что-то более, интересным. Опять же, это третью версию. Сейчас собираются пропускать на рынок. Сейчас вторая. То есть, мне кажется, есть определенная перспектива именно развития софта для операторов, для внутреннего софта, скажем так. Продолжаем? Да, продолжаем. Я думаю, что мне все-таки будет интересно узнать еще по поводу опыта, который ты получил. Ну, во-первых, я бы хотел сказать интересную такую особенность. Я думаю, мало кто знает. Миша закончил в МГУ отделение Института Азии Африки. Да. То есть, у него такие, действительно, обширные очень знания по Ближнему Востоку. Востоковедние, да. Солист по Ближнему Востоку и, в частности, по Израилу. Они мне добавили в ритм. А, да. Никому добавили в ритм. Они добавили в ритм. Интересная такая особенность. Ты знаешь, я бы хотел узнать еще вот такую вещь, что ты сгадал о том, что ты получил обширные знания в комлюксе. Чем тебя смог привлечь вангард? Все-таки хочется поглубже залезть в транспорт, лето, лучше. Что они смогли тебе предложить? Потому что все-таки комлюкс – это крупная международная компания, с именем. Я думаю, что там были возможности все-таки для роста какие-то, да. И что предложить смогу в ангар тебе интересного, что ты вот решил на такой переход? Ну, кроме великолепных зеленых стульчиков. Ответ очень простой. В первую очередь, позицию. Какую-нибудь более интересную. Теперь я взбавляю полностью холдинг. И возможность для самореализации. То есть, я руководитель. У меня, в принципе, есть довольно большая свобода в моих действиях. Скажем так, есть как важно владельца на многие действия. Что, в принципе, меня, естественно, привлекает. У меня доверие довольно крупный бизнес. И хочется реализовать, оправдать доверие. И развить этот бизнес какой-то может быть. Но вывести этот бизнес на новый уровень. Поэтому мы оказались, что это уникальная возможность. Скажем так, которая на рынке бывает крайне редко. Поэтому позиция и возможность самореализации вопросов. Ответ очень простой. Комлюкс, да, прекрасная компания. Комлюкс я отводил небольшим представительством. Здесь я уважаю горизону полным. Уже, правильно, 60 человек. Уже и многопрофильный. Свой оператор, своё техническое обслуживание. Свой чартерный бизнес, инженерная служба. В принципе, всё интересное и перспектива. Вижу перспективу большую в этой компании. Поэтому, в принципе, меня. Вы растёте, расширяете. Это ощущаем, собственно говоря, по звуку. Ремонт идёт в лечении. Ремонт идёт полным ходом. Поэтому, да, да. Поджигаем новые мощности. Расширяемся. Миша, скажи немножко подробнее о ваших самолётах. Понятно, базировка в Нуку. Но, я думаю, что... Легис вообще достаточно популярная машина у нас. И, в принципе, мне кажется, на рынке у вас, с точки зрения Легаси, достаточно серьёзная конкуренция. Но я не буду называть сейчас операторов, которые, я думаю, что серьёзно вам, так сказать, создают эту конкуренцию. Серьёзно достаточно. Расскажи больше о преимуществах именно ваших самолётов и ваших каких-то, может быть, дополнительных опций, которые вы предлагаете. Ну, естественно, год выпуска. У нас довольно свежие самолёты. Двенадцатый и десятый год. Самолёты свежие, красивые. Сервис на борту. Гибкое ценообразование по сравнению с некоторыми операторами. Ну, опять же, это, естественно, не вдаваться подросту. Да, мы сейчас стали гораздо более гибкими по сравнению с прошлым периодом. Но при этом, при хороших ценах, мы с вами сохранили качество сервиса на борту. Питание у нас из миллерей, из Делос, Пушкин. Пожалуйста. То есть, на питание мы не экономим, всегда цветы на борту. Приятные водопроводницы, там, с большим опытом. Все у нас работают много лет, скажем так. Сервис на борту – это, на принципе, то, что видит сам пассажир в момент организации рейса. То есть, пассажир видит сам конечный продукт. Он видит на борту, в каком состоянии салон. Как с ним общается водопроводник. Какое питание. Насколько вовремя, естественно, организованы рейсы. Как быстро долетел и так далее. Были какие-то заметки. Поэтому, первое – это сервис. Ценообразование, естественно. Для брокера цена за образование – это номер один, к сожалению. Но, тем не менее, многие брокеры, опытные. Они готовы, в принципе, даже доплачивать, там, несколько, пару тысяч, там, за год выпуска. Там, чем взять самолет. На 10-летний, лучше взять 5-7 летним самолетом. Получить качественный сервис на борту. Потом, опять же, однотипность флота. В крайних случаях, там, если второй самолет не занят, они, в принципе, не готовы, там, их замену какую-то давать. Вот, то есть… И неориентированность. АВГ – это такая, ну, понятно, что это всегда ситуация, которая требует детального рассмотрения, но вот эта вот возможность, скажем так, нативной замены, она гипотетически существует, да? Конечно, конечно. АВГ, в принципе, это всегда болезненный вопрос, просто для брокера, так и для оператора, но всегда мы готовы ходить из ситуации каким-то взаимовыгодным образом, но у нас хотя бы есть 2 самолета, которые, в принципе, взаимизменяем. Интересно. И сколько борпроводников сейчас у вас? Сейчас у нас на 2 самолета 6 борпроводников. То есть можно, как правило, 2, да? Да. То есть у нас есть еще гибкость по экипажам, опять же, у нас на 2 самолета 3 экипажа полноценных, 6 борпроводников, поэтому, ну, в принципе, ставка у нас сделана на типный слот, на взаимозаменяемость, на техническое обслуживание основательное. То есть за счет этого, за счет оптимизации, скажем так, у нас костры довольно хорошо оптимизировали и готовы поправлять на рынок конкурентоспособной цены. Ну что ж, я думаю, что можно завершать. Достаточно много моментов обсудили. Я еще раз приглашаю всех наших зрителей на наше мероприятие, которое пройдет 6 сентября в особняке на Волхонке. Михаил будет одним из наших спикеров. Я думаю, что там он еще более сможет, в деталях, так сказать, раскрыть планы по развитию Armored Artavation на нашем рынке, может быть, на рынке Европы. За что ему большое спасибо, что вот он согласился быть одним из наших, так сказать, спикеров. Миша, спасибо большое за уделенное внимание. Спасибо вам, что приехали в гости. Спасибо вам тоже за время. Всегда рад пообщаться. Ну и надеемся, что через год мы, может быть, встретимся в этом уже, полностью отремонтируем офисе и пообщаемся в динамике, что называется, посмотрим, что произошло за этот год и как изменилась и наша, может быть, индустрия, и в целом Armored Artavation. С удовольствием. Спасибо. 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 Спасибо.